Условия задачи Два небольших одинаково заряженных шарика массой M подвешены в одной точке на шелковых нитях, образующий малый угол θ и находится на одном уровне. На этой скорости утечки заряда dQp dt с каждого шарика в момент, когда θ равна θ нулевому, если скорость движения шариков постоянно и равна V нулевому. Половину длину между шариками обозначим за x пополам, длину нити обозначим за L. Этот угол от перпендикуляра к одной из нитей обозначим θ пополам. Расставим силы. Вниз действует сила mg, вправо действует сила кулона и по нитю действует сила натяжения. Так как у нас углы даны малы, то у нас синус θ пополам примерно равен тангенсу θ пополам, примерно равен самому углу θ пополам. Из этого треугольника мы можем сказать, что это равно x на 2L. Рассмотрим треугольник сил. Сила mg, сила кулона, сила t. Отсюда мы можем сказать, что запишем уравнение. У квадрата разделить на 4P ε0 x квадрата, это мы записали силу кулона, равна mg умножить на тангенс θ, но так как мы приняли его за θ пополам, просто θ пополам. Перепишем еще раз, только заменим тут пополам на x пополам на L. Выразим отсюда q. Это x в степени 3,2 корень из 2P ε0mg на L. Продифференцируем по x всей линии. Теперь разделим и множим отременно на DT. И занесем x под знакорни. Тогда у нас DQ по DT это будет скомая величина. А dx по DT мы переносим его в правую часть, и это у нас будет скорость. И еще мы видим, что если θ пополам у нас равняется x на 2L, если это умножить на 2, то получается, что θ равно x на L. А мы видим, что у нас в равнении есть такое отношение, поэтому просто заменяем это отношение на θ. вот ответ на данные задачи.